Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Быть на чеку при любой погоде. Первый вице-мэр Владимир Василенко поручил профильным службам города подготовиться к предстоящему снегопаду и гололеду. Починили сломанный балансир, горки и качели перенесли на новое место. Во дворе дома 329 по проспекту Кирова появилась новая безопасная детская площадка. 12 показов в Самаре и 9 тысяч зрителей в зале театра. В Театре оперы и балета при участии Детского театра танца «Задумка» представили последний в этом году спектакль «Князь Владимир». 18 школьных команд демонстрируют знания ПДД. В Самаре проходит финал городского конкурса юных инспекторов дорожного движения. По прогнозам синоптиков, в Самаре уже в среду днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Высота покрова может достичь 10-15 мм. Такая погода продержится до конца рабочей недели. В связи с этим первый вице-мэр Владимир Василенко на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии поручил коммунальным службам города быть на чеку и готовиться к любому развитию событий. Районным администрациям, управляющим компаниям, а также ТСЖ и ЖСК необходимо активнее убирать вверенные территории. Особое внимание уделить дворам. Обращаю внимание. В первую очередь, проезд обеспечен, не допустить наката. Это посадочные площадки, это остановки и это карманы для заезда общественного транспорта. Плюс вся социальная сфера начинает из больниц, стационаров и станций скорой помощи. Плавно переходя к школам и детским садам. Жители 329-го дома по проспекту Кирова теперь гуляют с детьми без опасения за их жизнь и здоровье. По их просьбе детскую площадку переместили вглубь двора, подальше от проезжающих машин. А еще починили балансир. Так называется качалка для малышей. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Трехлетний Саша с мамой Динарой во дворе своего дома гуляет ежедневно. Раньше его мама переживала, что, катаясь с горки, сын угодит под колеса авто. Площадка была расположена рядом со въездом во двор. В итоге молодые мамы, живущие в 329-м доме по проспекту Кирова, решили место для игр сместить в сторону. За помощью обратились к районным властям. Там, в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проблему решили в кратчайшие сроки. Выяснилось, что под площадкой проходит труба теплосетей, а значит, играть на ней опасно. Посоветовавшись с жителями районной власти, горки и качели перенесли вглубь двора. Это намного удобнее, потому что стало подальше от дороги. То есть не боишься, что ребенок выбежит на дорогу и попадет под машину. Соответственно, плюс подальше от качели. У нас каруселька стояла сюда рядом с качелей, что было очень травмоопасно для детей. Они могли выбежать и удариться об качелю. Обратились в администрацию Кировского района. Они быстренько нам перенесли эту карусель на более безопасное расстояние. Заодно починили и балансир. Злоумышленники выдернули детскую качалку вертолета и бросили в соседнем дворе. Он был, конечно же, сломан. Мы обратились в наше МБУ Кировское с просьбой отремонтировать балансир, потому что он подлежал восстановлению. Наша МБУ балансир восстановила, привезли по месту и заново установили. Жители были довольны и благодарны. Но помимо личных обращений, как это сделали жители дома 329 по проспекту Кирова, у самарцев есть возможность подать заявление и рассказать о проблеме онлайн через интернет. Существует масса возможностей, как можно жителю донести свои проблемы. Используя, грубо говоря, коммуникации интернета, здесь можно говорить о том, что не избывать о системе ГИЗЖКХ. То есть вполне, используя систему ГИЗЖКХ, житель может подать заявление, не выходя из дома, в любой момент, когда его нужно. Не отпрашиваясь с работы, не теряя личного времени. С помощью платформы можно проверить показания приборов учета или лицензию управляющей компании, узнать график капитального ремонта дома, провести собрание собственников жилья и многое другое. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Самара начала готовиться к Новому году. Город украшают праздничные иллюминации. На склоне у площади Славы монтируют самую масштабную инсталляцию. Световой каскадный фонтан планируют полностью собрать в начале декабря. Подобные световые объекты появятся в каждом районе города. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Ряд самарских фонтанов преобразятся к новогодним праздникам. Сейчас их закрывают деревянным каркасом и полиэтиленом. Рабочие крепят конструкции постаментов так, чтобы не повредить поверхность обычного фонтана и установить фонтан светодиодный. Например, такой монтаж идет в сквере «30 лет победы». За счет света растяжек, распорка, она не двигается. Работают специалисты и на склоне у площади Славы. Монтируют железные конструкции для самого масштабного светодинамического фонтана. Общим весом в 16 тонн. После того, как эти работы завершатся, начнут крепление 66 светодиодных сине-белых лент. Дополняют композицию семь вертикальных элементов северного сияния и полсотни шаров. Их разместят на разных уровнях световой инсталляции – по обе стороны от центральной лестницы склона. Как вода будет течь, она синий по бокам подсвечивается будет. То есть будет приливами, типа как вода будет течь. Там стоит контроллер у него, управление. И то есть вот она по контроллеру передается до импульса и по импульсу, то есть уже все это работает. Самые трудоемкие работы на склоне у площади Славы планируют завершить в начале декабря. Все фонтаны будут подключать к электричеству поочередно, по мере готовности после завершения монтажа и тестового включения. Контролирует работу новогодней иллюминации на улицах и площадях дежурная бригада Самара-Горсвета. Элементы, вышедшие из строя, меняют на новые за 24 часа. Информация-то получается, как звонков от жителей, работают аварийные бригады, производится объезд, ну и соответственно еще и мониторят отдельно через оборудование. Светодиодные фонтаны заработают у ДК «Нефтяников», в сквере «Речников», на перекрестке улиц Гагарина и Победы и на других территориях. Всего в 12 городских локациях. Каждую композицию монтируют отдельные бригады специалистов. Без новогодней иллюминации не останется ни один район города. Самарцы такому украшению любимого мегаполиса рады. Иллюминационный декор будет повышать настроение жителей и гостей столицы региона всю зиму. Специалисты просят относиться к украшениям бережно, не забираться на постаменты и не портить конструкции, чтобы они прослужили как можно дольше. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. В Самаре в зонах метростроя идет разработка стартовых котлованов. На Галактионовской работы должны завершить к середине декабря, после чего начнется монтаж тоннелей проходческого механизированного комплекса. Щит пойдет в направлении полевой Новосадовой, где будет стыковка тоннелей. Специалисты отмечают, что работы в историческом центре города идут с опережением графика. Глубина котлована должна составить 21 метр. Выкопано уже более половины. Рабочие монтируют металлические пояса, которые станут каркасом котлована. Станционный комплекс будет залегать на переменной глубине. Если вблизи перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской 21 метр, то в сторону улицы Красноармейской около 16 метров. Это нужно в том числе для того, чтобы снизить влияние метростроя на дома в виде акустической и вибрационной нагрузки. Скорость продвижения под землей может быть довольно высокой, до 500 метров в месяц. Но метростроители будут продвигаться медленнее, чтобы не навредить окружающим домам. И корпус технического университета, и соседний дом 139 по улице Галактионовской, который построен в 1985 году, и Самарский академический театр оперы и балета находятся на контроле. Если оседание зданий превысит 5 мм, специальные датчики подадут сигнал. В приоритете на всех этапах остается минимизация неудобств для горожан. Я живу рядом, и я всегда прохожу с маленьким ребенком мимо строительства театральной, и там написано «неудобства временные, метро постоянно». Я придерживаюсь этого тезиса и считаю, что, конечно же, жители рабочей безымянки намного быстрее попадут в центр города, не надо ехать по пробкам, а буквально 40 минут и ты в центре. А если я захочу попасть к своим друзьям, которые живут на безымянке, то 40 минут я и там. Поэтому, мне кажется, эта станция очень нужна и востребована нашим жителям. 12 показов в Самаре и 9 тысяч зрителей в зале. В Театре оперы и балета при участии Илзе Лиепа, Роман Андрейкин и Детского театра танца «Задумка» представили последний в этом году спектакль «Князь Владимир». Впервые он был поставлен в 2018 году на сцене Большого театра в Москве. Изначально в спектакле участвовали три творческих коллектива из разных городов. Почему именно на самарской сцене его решили возродить вновь в нашем сюжете? Драма, классическая музыка, современная хореография и изобразительное искусство. Все это соединилось в мультижанровом спектакле «Князь Владимир. Самарская страница». Но как же силу доказать свою? Как сделаться правителем достойным? Поверь, что сила княза не в мече. В партии великого князя Владимира лауреат «Золотой маски» Роман Андрейкин. Княгиню Ольгу играет знаменитая балерина, народная артистка России Илза Лиепа. Вместе с уже именитыми артистами в постановке участвуют и начинающие, воспитанники Детского музыкального театра «Задумка». Спектакль, конечно, не первый, однако после каждого спектакля это, безусловно, мандраж, какое-то волнение уже отходит на второй план. Главное во всей работе, я считаю, выдаваться эмоционально. Эмоционально у нас сегодня выдать все получилось. Впервые спектакль «Князь Владимир» был поставлен в 2018 году на сцене Большого театра в Москве. Изначально в постановке участвовали три творческих коллектива из разных городов – Керчи, Екатеринбурга и Самары. Но выбор пал именно на нашу труппу. Идею о возрождении спектакля удалось реализовать благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Певучий русский язык в сочетании с великой музыкой становится воплощением русского искусства. Все это отсылает нас к той далекой эпохе, однако постановка остается современной и легкой для восприятия молодыми зрителями. Очень нам понравилось, особенно как танцуют дети. Естественно, мы впервые видели вот так вот в живую Ильзу Лиепа. Патриотизм, я не знаю, очень прям эмоции на нас нахлынули. На сцене театра оперы и балета прошел заключительный в этом году показ спектакля. За несколько месяцев его зрителями стали более 9 тысяч человек. Каждый получил в подарок буклет с QR-кодами, благодаря которым можно повторно увидеть лучшие фрагменты постановки. Еще 15 тысяч посмотрели спектакль онлайн. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. После показа спектакля в стенах театра прошла пресс-конференция. На ней подвели итоги реализации масштабного проекта. Подробности далее. Спектакль «Князь Владимир. Самарская страница» поднимает серьезные темы и идеи, заряжает патриотизмом и духовностью. Команда профессионалов поставила перед собой задачу пройти сложнейший путь поиска вместе с главным героем, приблизить себя и зрителей к тем эмоциям и внутренней драме, которые он мог переживать. Сейчас из разных источников мы слышим, как важно, чтобы культура откликалась, чтобы создавались песни, но как важно, чтобы создавались проекты, проекты, которые бы отвечали сегодняшним нашим запросам, чтобы молодежь через творчество преисполнялась верой в победу нашего русского духа, тех задач, которые сейчас решает наша страна. В этом году с личностью Великого Князя зрители познакомились 12 раз. Почти 10 тысяч человек увидели на сцене легендарный спектакль. Этот мультижанровый проект заслуживает, действительно, Ильза об этом говорит, особого внимания. Мне бы хотелось, чтобы эта совместная работа по его показу и представлению самарской публики, уже разновозрастной публике, мне хотелось бы на этом сделать особый акцент, она была продолжена. На коллектив «Задумка» выбор пал не случайно. За свою 49-летнюю историю он получил множество наград самых престижных международных и всероссийских конкурсов. По словам руководителя, юным артистам совместная работа с профессионалами идет на пользу. Определенно есть чему поучиться. Для нашего театра это огромный такой, знаете, шаг на ступеньку вверх, потому что, во-первых, работа с такими высокими профессионалами. Они учатся профессиональному отношению к своему делу, к труду. Они видят, как они каждый спектакль работают, как они каждый спектакль выкладываются, как они каждый спектакль частичку своей души, свое сердце оставляют на сцене. То, что произошло на сцене, мы с вами все видели, это был не просто праздник, это было единение души, то, что происходило на сцене, то, что происходило внутри каждого человека, сидящего в зале. За плодотворную работу актеров спектакля и тех, кто принимал активное участие в его подготовке, наградили благодарственными письмами от администрации города. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В Самаре прошло торжественное открытие международного кинофестиваля «Соль земли». В этом году организаторы приготовили насыщенную программу. Зрители ждут не только показ документальных лент, но и встречи с именитыми актерами, сценаристами и режиссерами России и ближнего зарубежья. Продлится фестиваль до 25 ноября. Остальные подробности расскажет Михаил Ермоленко. Спустя два года один из главных фестивалей документального кино возвращается к самарскому зрителю в очном формате. В юбилейную дату, 15-летие с момента рождения, событие этого сезона объединило сценаристов, операторов и режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Сербии и других стран. Мы постарались сделать насыщенную и яркую программу. И я думаю, что каждый из вас в эти фестивальные дни обязательно сделает для себя какое-то открытие. Во время церемонии открытия прозвучало приветствие главы Самары Елены Лапушкиной. В своем телеграм-канале она отметила, что в этом профессиональном конкурсе участвуют документальные фильмы о красоте и невероятной силе людей, о лучшем, что есть в человеке. И пригласила самарцев познакомиться с представленными на конкурс картинами, тем более, что вход на кинопоказы свободный. В этом году в адрес фестиваля пришло более 500 работ. Из них жюри отобрали 55 самых ярких документальных картин. Эти киноленты представлены в пяти номинациях. Среди них фильм об одном из старейших деятелей культуры, советском и российском актере театра и кино, театральном режиссере, директоре театра на Таганке Николаю Дупаке, которому исполнился 101 год. За 15 лет 7 тысяч документальных фильмов было представлено в конкурсной программе фестиваля «Собземья». Ежегодно порядка 60 фильмов приходят на конкурс. И, конечно, география участников, она очень велика. Спектр тем 15-го юбилейного кинофестиваля в этом году расширили. От киноленты об истории Юрия Хоя и группы «Сектор газа» до использования чипов реабилитации и последующей жизни человека. Фильмы о вере и традиционных семейных ценностях. Мы воспитываем поколение на тех фильмах, которые показывают различные. Вы, люди, режиссеры, знаете прекрасно, в чем заложен корень зла, корень добра, корень того или иного героя этого фильма в жизни человека. И это очень важно. Традиционно «Соль земли» не обходится без участия особых гостей, среди которых музыкант, актер театра и кино Антон Макарский. Его яркое выступление на торжественном открытии фестиваля сопровождалось прочтением стихов знаменитых авторов и исполнением песен. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете? Да, полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю Ваши уснувшие зимние порои дома. В течение фестивальных дней самарцы и гости города смогут посетить бесплатные киносеансы, увидеть лучшие образцы современного документального кино и встретиться с авторами фильмов, задать им свои вопросы. А также напрямую пообщаться с гостями, народными и заслуженными артистами России и известными кинематографистами. Следить за событиями кинофестиваля по-прежнему можно онлайн. До 25 ноября на официальном сайте работает виртуальный кинозал. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. В столице региона проходит финал городского конкурса юных инспекторов дорожного движения. Школьники в игровой форме демонстрируют знания ПДД, правила для пешеходов и пассажиров. Как отмечают в ГИБДД, в период проведения таких акций в городе фиксируют снижение детского травматизма. Творческие номера оценила наша съемочная группа. Зебры, кирпич, дорожный переезд, осторожно дети. Самарские школьники демонстрируют знания дорожных знаков, правила перехода улиц, умение носить светоотражатели на одежде. В школе номер 12 проходит финал городского конкурса юных инспекторов дорожного движения. Для того, чтобы пройти на городской конкурс, нужно было сначала пройти школьный этап, потом пройти районный этап, и только лучшие попали на городской этап. Конечно, это очень важно, особенно сейчас и в погодные условия, да и вообще детям необходимо знать правила дорожного движения, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь окружающих. В финале городского конкурса участвует 18 школьных команд, 10 младшей возрастной группы и 8 команд старшей. Конкурс проходит при поддержке ГИБДД и городского департамента образования. Школы активно принимают участие в этих мероприятиях. Мы приезжаем, посещаем регулярно, видели, ребята готовятся, они очень ответственно относятся к безопасности движения, и видно, что заинтересованы в своих глазах. Конкурс юных инспекторов посвящен 90-летию службы пропаганда безопасности дорожного движения. Как отмечают в ГИБДД, в последнее время число ДТП по вине детей пешеходов удалось снизить на 50%. Дети очень любят изучать правила дорожного движения, особенно когда они в игровой форме, в форме таких вот выступлений, как агитбригады. То есть у нас здесь есть и агитбригады, и выступления типа КВН. Детям интересно, и хочется заметить, что в период, когда проходят такие конкурсы, у нас снижается детский дорожно-транспортный травматизм. Победители получат грамоты, подарки от Госавтоинспекции и Департамента образования и будут участвовать в областном конкурсе юных инспекторов дорожного движения, который состоится 16 декабря. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Сохранение культуры народов многонациональной Самары. На сегодняшний день в нашем регионе проживают представители 157 национальностей и 14 этнических групп. Большинство из них чтут свои обычаи и традиции. Практически у каждого народа, проживающего на территории Самарской области, есть свои традиции, праздники и даже издания на национальных языках. В этом году газета «Бердемлек», которую издают на татарском языке, отмечает свой 32-й день рождения. Решение выпускать издания на территории нашего региона было принято для сохранения языка и приумножения культурных традиций. Подробности в репортаже Александры Гусевой. Несмотря на то, что большая часть населения нашего региона представляет русскую культуру, активисты национально-культурных центров прикладывают все больше усилий для сохранения и приумножения своих традиций. Они организовывают и участвуют в национальных торжествах. С юных лет прививают детям любовь к родному языку и даже выпускают свои газеты. К примеру, издание «Бердемлек» издается на татарском языке уже 32 года. Самая главная задача и самая главная цель и газеты «Бердемлек», да и, наверное, и любых национальных изданий, это сохранение языка, сохранение культуры, сохранение своих традиций. Понятно, что и вопросы популяризации истории, и рассказы о наших современниках. Как и задачи любой газеты, единственное, здесь просто есть еще и национальный оттенок газеты, выходит на татарском языке. На сегодняшний день у «Бердемлек» более двух тысяч преданных читателей. Журналисты издания стараются идти в ногу со временем и, не отставая от своих коллег, публикуют свои материалы в социальных сетях и на различных интернет-площадках. Чтобы привлечь внимание постоянных читателей к проблеме сохранения национальной культуры, 3 декабря в 11.00 в Доме дружбы народов пройдет читательская конференция, на которой все желающие смогут пообщаться с представителями издания «Бердемлек» и озвучить наиболее актуальные и волнующие темы. Александра Гусева, Григорий Плешаков, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Столица региона открыт набор в народную дружину, сообщает в телеграм-канале Куйбышевского района. Набор граждан ведут для участия в охране порядка совместно с сотрудниками полиции на территории городского округа Самара. Более подробную информацию можно получить по телефону 990-8318, а также в группах в социальной сети ВКонтакте. Ссылки на группы доступны в телеграм-канале района. Прямой эфир, в котором поговорят о едином пособии на детей и беременных женщин, состоится в телеграм-канале Минтру.гоп.ру. В пятницу 25 ноября в 16.00 на вопросы ответит первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина. Говорится в телеграм-канале промышленного района. Вопросы можно присылать заранее. Для этого необходимо пройти по опубликованным в телеграм-канале района ссылкам. Подробные ответы будут даны на каждый из них. Не пропустите. В Кировском районе продолжается очистка тротуаров и дорог от снега и наледи, сообщает в телеграм-канале района. В уборке задействованы МВУ Кировская, подрядная организация администрации района, управляющие компанией ЖСК и ТСЖ. После уборки снега, где есть необходимость, тротуары обрабатывают реагентами. Особое внимание уделяется приведению в порядок территорий у соцобъектов, проходам и подъездам к детским садам, школам и больницам. В телеграм-канале Октябрьского района приглашают принять участие в опросе, который проводят на платформе обратной связи «Госуслуги решаем вместе». В числе основных вопросов, какое из общественных мест Октябрьского района вызывает у вас самые теплые воспоминания, что, на ваш взгляд, в вашем доме требует капитального ремонта в первую очередь и что необходимо сделать для улучшения вашей придомовой территории. Пройти опрос можно по опубликованным в телеграм-канале ссылкам. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, пользуетесь ли вы пиротехникой на новогодние праздники. 37% опрошенных считают это пустой тратой денег, 28% планируют посмотреть, как фейерверки будут запускать соседи, 17% планируют приобрести петарды в случае хорошего новогоднего настроения, 9% закупают пиротехнику каждый год и еще столько же опрошенных против фейерверков, потому что это пугает домашних животных. А на этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Все выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok